20 минут о красивой жизни, ярких людях и событиях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте! Два раза в год поклонники бьюти-индустрии пристально следят за неделями мод, читают обзоры модных трендов, в том числе и в макияже. Особая удача попасть на мастер-класс именитого визажиста. Один из последователей направления 2019 года «Натуральность и естественность» Роман Пономарев посетил Челябинск, чтобы рассказать, как адаптировать современные технологии в свой ежедневный образ. Нам очень нравится именно Ромин стиль и давно хотели его пригласить к нам в студию, чтобы он показал девочкам, как правильно работать с кожей, какие-то современные фишки в работе. Ну и соответственно это новый взгляд другого мастера, потому что у каждого свои фишки, свои какие-то секреты. Поэтому мы очень рады, что Рома именно к нам приехал. Он меня вдохновляет. Его видение красоты очень простое, очень лаконичное, но при этом все выглядит дорого, красиво и девушки не становятся перегруженными, они остаются женственными, то есть аккуратными. Для меня макияж на самом деле он был всегда. То есть у меня всегда была тяга к чему-то такому прекрасному, потому что у меня два художественных образования по итогу законченных и макияж на самом деле там, так сказать, исход моей какой-то карьеры. Он произошел у меня случайно, потому что у меня как любому подростку 18 лет была работа, а работать официантом мне не очень хотелось. И я пошел работать в ЛДПТ и вот с 18 лет я занимаюсь мейкапом. Образы для визажистов делятся на клиентские и коммерческие. Профессионалу важно уметь создавать оба, а иногда и уметь размывать грани этих двух направлений. Я сегодня показывал два образа. Оба образа были с тематикой на коммерческие темы, но второй образ, он получился чуть более креативный, потому что мне кажется, что некоторые креативные элементы очень хорошо нужны для визажистов, чтобы сделать их аккаунты более яркими. То есть благодаря там буквально парочке волшебных спреев можно сделать из коммерческого образа, очень красивый, креативный. До приезда сюда на мастер-класс, естественно, пытались в домашних условиях, так скажем, повторить, и не всегда получалось, потому что кое-каких нюансов, возможно, ты не понимаешь, когда не видишь этого вживую. Сегодня он поделился абсолютно всеми секретами, то есть я надеюсь, сегодня получится наконец-то повторить. Для меня самое главное – это качественный тон. Мне кажется, что тон в макияже у любой девушки, он должен быть просто прекрасный. Поэтому я считаю, что базовый набор современной девушки – это тон, это бронзер, это блеск для губ, тушь и мой волшебный мозг для бровей. В погоне за трендами девушки часто теряют свою индивидуальность, становясь похожими друг на друга. Однако не все, что диктует современная мода, стоит пробовать на себе. Роман подтвердил все предположения, мы, так скажем, это, конечно же, светящаяся здоровая кожа, ухоженные красивые брови. Не обязательно, поучи брови всем идти, но, конечно, это тоже тренд. Это не то, что тренд, это современные, скажем так, технологии в бьюти-индустрии, и сейчас все бренды делают то, чтобы облегчить женщине работу с косметикой. Какие-то из них я не планирую применять для себя, я, соответственно, вижу, там, фиолетовые брови и прочее. Я понимаю, что для моих клиентов это будет, ну, нерационально и неносибельно. А какие-то, например, как веснушки, которые ввел в тренд «Роман», либо пушистые брови, да, это очень круто. Я считаю, что индивидуальность все-таки впереди, потому что если применять на себя все тренды, можно быть просто сборной солянкой, которая будет, ну, выглядеть так, сомнительно. Поэтому я считаю, что если у вас от природы пушистые брови, то, пожалуйста, зачесывайте их. Если у вас длинные ресницы, то не красите их. Если у вас пухлые губы, то наносите просто в блеск. Но если вы хотите выглядеть выигрышно, то применяйте именно то, что подходит вам. Но для того, чтобы это понять, нужно это просто попробовать. У макияжа, конечно, важно не потерять свою индивидуальность, потому что тренды трендами, но есть такое понимание, что идет лично каждому. И эти моменты, их никто не отменял, поэтому, конечно, тренды можно в чем-то соблюдать, да, в каких-то нюансах. Но не обязательно переделывать свой макияж полностью под каждый сезон. 50 на 50. Индивидуальности плюс какие-то фишки, какие-то современные продукты, это все путем-пробы. И главное, чтобы это было как-то. Сегодня модные тенденции носят скорее рекомендательный характер. Ведь никаких антитрендов не существует. Какой бы макияж вы не выбрали в 2019 году, у него все равно есть шанс стать современным. Современная мода, где стираются границы стиля и рушатся стереотипы, предлагает по-новому взглянуть на ювелирное искусство. Как сегодня правильно и стильно подавать драгоценности, смотрите в нашем репортаже. В этом фотопроекте участвуют только девушки. А среди предметов одежды, которые подготовили стилисты, в основном вещи из мужского гардероба. Это проект, он называется «Мужское в женском». Это наш любимый проект. У нас просто сложилась уже историческая команда, где каждый занимается своим делом. У нас это получается замечательно. Наш фотограф Маша Мережникова, она снимает обложки в Екатеринбурге журнальные. И она всегда выбирает с собой своего визажиста Алину Мезинову. Девочки, которые занимаются волосами, это мама с дочерью Марина и Маша Новиковы. Самый главный человек, я считаю, это наша Катя Леднева, это организатор. Без нее бы это вообще ничего не случилось. Конечно, я, я сегодня не одна, у меня есть помощница Рината. Вместе получается намного лучше. Обычно стилисты предпочитают использовать в фотосъемке аксессуары из категории бижутерии. Но на этот раз сделали исключение из правил, пригласив в качестве партнера не просто салон драгоценностей, а брендовый ювелирный магазин. Девушки примеряют на себя мужские образы. Выглядит это достаточно здорово, динамично, так как весьма актуально на сегодняшний день. Мы же со своей стороны предоставляем украшения, ряд украшений, которые подчеркнут непосредственно женственность. Так как образы в плане одежды, они все-таки мужские, знаете, такие некие девяностые, грубые пиджаки, брюки широкие. И все-таки хочется подчеркивать всегда женственность. И это мы делаем за счет наших украшений. Я предпочитаю драгоценности каких-то европейских ювелирных домов. Потому что они выглядят как будто бы вне времени. Ну, даже не как будто бы, а действительно они вне времени. Они лаконичные, они, ну, не знаю, взвешены по цвету, по массе, они прекрасные. И они подходят к очень многим комплектам, как вечерним, так и дневным. Очень разным возрастам женщин подходят. Саша показала мне примерно, как она видит данный проект. Она показала мне образы, которые будут. И мы выбрали несколько коллекций украшений, которые подойдут для сегодняшней фотосъемки. Я вообще в третий раз в подобном проекте участвую. Мне очень нравится. Это расслабляет, добавляет уверенности в себе. Тем более девочки всегда подбирают интересные наряды, интересные образы, интересные украшения. И в итоге на выходе получаются бомбические вообще фотографии. Это совсем другое состояние души, когда ты надеваешь оригинальные вещи. Поскольку я стилист по волосам, и для меня очень важно, когда волосы перекликаются с украшением. То есть нужно обязательно подобрать текстуру для украшений и быть в тренде, быть модной, чувствовать себя красивой женщиной и дорогой. И сейчас украшения, их нужно действительно надевать с очень большой долей самоиронии. Шутить в первую очередь необходимо над собой. И тогда действительно все украшения, которые вы надели, они будут выглядеть очень ярко и незабываемо. Ну а как носить? Сейчас, слава богу, нет каких-то законов ношения украшений. И их можно надевать так, как вот у вас просит душа. Ну если очень дорогое, то, наверное, редко. Я всегда сразу вспоминаю фильм «Красотка», когда он принес колье, оно было взято в аренду, и они поехали в оперу. Вот такие украшения, да, это надевается все по каким-то супер важным случаям и крайне нечасто. Мода сегодня, как никогда, переполнена провокационными вещами. И, пожалуй, единственная возможность с этим справиться – быть открытым ко всему новому. Для начала, хотя бы в момент фотосессии. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-4363. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 по 60. Сеть салонов «Априори». Проспект Ленина, 71. Труда 166. ДРК «Горки», второй этаж. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Мик, я выросла. Мик, я студиарила лиму Итальяна Мольта. Сегодня здесь говорят и поют только на итальянском. Фестиваль «Бен Винутти» – уникальная возможность погружения в культуру этой страны. Это фестиваль итальянской культуры, где мы танцуем танцы, которые произошли из Италии. Рассказываем стихи на итальянском языке, а также играем музыку итальянских композиторов. Инициатором фестиваля является гимназия номер 10. Третий год проходит этот фестиваль. Он, конечно, набирает известность и повышается с каждым годом качество выступлений, уровень подготовки учеников. И в этом году он достиг такого масштаба, что фестиваль уже поддерживает даже генеральное консульство Италии в Москве в лице директора образовательного отдела Джузеппе Лопорто. У нас ребята с 1 по 9 класс занимаются на музыкальных инструментах. С 5 класса ввели второй иностранный язык, итальянский, для тех, кто учится в музыкальных классах. И для того, чтобы они чувствовали, ребята, прикладной характер языка, то есть и музыкальные инструменты, и лингвистическое начало, мы решили объединить таким образом, чтобы позволить им петь на итальянском языке, говорить на итальянском языке и, соответственно, исполнять музыку итальянских композиторов. Мы учим итальянский, это очень мелодичный язык, он очень легок в обучении, и нам очень нравится его учить. Конечно же, ребята с удовольствием участвуют в фестивале, такая отличная возможность поучаствовать и показать свои знания итальянскому языку. Ребята я готовила в двух номинациях. Это номинация лирику, ребята читали стихи итальянских авторов, и это номинация конора. Ребята споют песни на итальянском языке, также итальянских композиторов. С точки зрения зрителя, к тому же не владеющего итальянским, все номера концерта как минимум интересные и эмоциональные. Но этот проект является конкурсом, а значит, есть жюри, которые ставят оценки. Как мы знаем, итальянский язык, именно итальянский, даже не латинский, это язык музыки, язык музыкальных терминов. И самые знаменитые оперы, самые исполняемые оперы по всему миру, они итальянские, самые знаменитые арии на итальянском языке. То есть обязательно к образованию музыкальному, к образованию вокальному должно прилагаться обучение итальянского языка. Это неотъемлемо. Человек не сможет петь, хорошо петь, не зная, о чем он поет, и без правильного произношения, конечно, итальянских слов. Вообще нам рассказывали представители посольства Италии, что итальянский язык в России уже на третьем месте. По его значимости, по его востребованности, по изучению этого языка, поэтому, ну, наверное, мы тоже много с ним идем. Конечно, все дети имеют очень высокий уровень. Все выступают очень эмоционально. И им речь идет не о волнении, а именно об эмоциях, которые они хотят передать своим искусом. И, конечно, выбрать одного лучшего будет очень сложно, но, к сожалению, в конце мы должны будем поставить всем оценки. Я тоже сам являюсь кувцом и могу сказать, что когда человек выходит на сцену, он волнуется и делает ошибки, зрители это видят. И мы должны будем поставить, к сожалению, оценки на базе увиденного сегодня, а не на базе их общего уровня. Я буду оценивать часть, которая называется речитационных, то есть тени стихов, да, что касается конкретно итальянского языка. Насколько человек хорошо подготовился, сколько раз он повторил свой текст. Кстати, в нашем городе итальянским увлечены не только юные музыканты. Многие взрослые, однажды побывав в Италии, влюбляются в эту страну, начинают учить язык и смотреть фильмы на языке оригинала. О чем, кстати, свидетельствует популярность итальянских кинофестивалей, где также почти не услышишь русской речи. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате no comment в завершении выпуска. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Профтерапевтическая клиника «Формула» Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159 Все сюжеты Beauty Time на нашем сайте, а также на страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time Нижнее Подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!